Ильдар Мингалиев Давление в ядрах звезд достигается за счет приталкивания внешним базовым гравитационным полем внешних же слоев водорода к внутренним. Таким образом давление внутрь радиуса звезды растет от поверхности центру лавинообразно, что в свою очередь приводит к колоссальному давлению в ядре, которое в свою очередь сплавляет водород и гелий. В результате энергия базового гравитационного поля преобразуется в энергию более тяжелых элементов, а также излучается в виде фотонов. А теперь представьте картину на притяжение. Внешние слои водорода притягиваются к ближайшим внешним же слоям. И так по всем слоям вдоль диаметра получится что-то вроде мыльного пузыря. Давление в центре, конечно, будет за счет притяжения слоев противоположных от центра, но его попросту не хватит для сплавления атомов. Таким образом на приталкивание звезды по-любому зажгутся. А на притяжение не факт. Вот такой вот аргумент. Ильдар Менгалев, ну здесь зачитано, без комментариев. И помните, все релятивисты, это мошенники, готовые доказывать, что черное это белое, вменяемых релятивистов нет. Ну вот, интересный комментарий, зачитано. Андерсов, Сафандер. Физики часто оперируют понятиями, как одно-двумерные объекты. Но любой объект это объемная фигура, имеющая ширину, длину, высоту. Без любого из этих измерений объект просто не может существовать. Возьмите хоть макро-микро-объект, например, элементарную частицу. Они все должны из чего-то состоять. То есть, основные их части обязательно имеют объем. И ничего не может существовать что-то. Из ничего не может существовать что-то. Даже электромагнитные поля тоже объемные. В мнимой плоскости или прямой придуманы мнимые объекты. Если они есть, то это значит, что они имеют хоть какую-то объемную форму. Поэтому одномерное и двумерное пространство нельзя, не существует в принципе, и такими понятиями нельзя оперировать. Ну, это аргумент в пользу несостоятельности всей этой конструкции многомерных миров зачитано. Юрий Панбольский. Ссылка 2. Свидетельство мифологии теории относительности. Перевод аннотации к видео Хэтча. Одного из разработчиков GPS. Многие знают о глобальной системе позиционирования уже по тому факту, что она работает якобы, подтверждает общую теорию относительности Эйнштейна. Но по словам выдающегося эксперта под GPS Рона Хэтча, последняя является популярной выдумкой. Вот. Рон Хэтч. Эксперт под GPS. Конкретно говорит, что ссылка на теорию относительности является популярной выдумкой. Популярная выдумка. Вот это вот запомните. В этом переиздании своего доклада на конференции 2013 года, представленного в пятницу 4 января, Рона описывает, как данные GPS опровергают «Фундаментальное положение к специальной, так и общей теории относительности». Доклад Рона Хэтча 4 января 2013 года опровергает фундаментальное положение к специальной, так и общей теории относительности. Вот, пожалуйста, материалы. Рон Хэтч занимался спутниковой навигацией, позиционером более 50 лет. Он продемонстрировал военно-морскую систему «Транзит» на всемирной выставке 1962 года в Сиэтле. Известен своим фильтром люка, используемым в большинстве приемников GPS, имея два десятка патентов, связанных с GPS. Вот, пожалуйста, вам материалы всем больным по GPS. Ознакомливайтесь. Ваши все эти сказки, передаваемые кем? Больным человеком. Вот, академик Карнольд, врунишка. Просто врунишка, который не гнушался любым враньем ради популяризации вот этой лживой, релятивистской бредятины. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok